Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет читаем книгу пророка Иоиля. Эта небольшая книга состоит из трех глав. Но если мы заглянем в Еврейскую Библию в Танах, то обнаружим там четыре главы. А если заглянем в Септуагинту, то обнаружим тоже четыре главы. А вот в русском переводе, в синодальном переводе, у нас три главы. Помним, что ни еврейская Библия, ни греческая изначально не имели деления на главы, так же, как и вообще все древние переводы, ранние самые переводы, не только греческие. А деление на главы появилось позже, в Средневековье. В русском варианте вот так сложилось, что не четыре, а три главы содержит в себе книга пророка Иоиля. Иоиль. Что значит его имя? Его имя теофорное и означает Господь Бог. Юд и Вав, Йо, это сокращение от священной тетрограммы, четырехбуквенного священного имени Господня. А Эль, это Бог, общесемитское название для Бога. Господь, Бог. Вот так звучит его имя. Имя необычное, теофорное, можно сказать, даже дважды теофорное имя. Мы знаем об этом пророке немного. Мы знаем лишь то, что отца его звали, на дальнем переводе, в Афуил, а в оригинальном тексте, Петуэль. Петуэль, тоже теофорное имя, содержащее слово Эль, Бог. Наличие вот этого самого патронима, сын Петуэля, оно, может быть, свидетельствует о знатном происхождении пророка Иоиля. Потому что, когда пророк незнатного происхождения, то, говорят исследователи, ученые и средневековые авторы говорили, что тогда это может быть свидетельствовать о том, что у пророка происхождение незнатно. А если вот к нему по имени-отчеству следует обращаться, как здесь Йоэль Бен Петуэль, то, значит, он не был бедного происхождения, был очень знатным. Но если мы вспомним книгу пророка Сафони, Цфанья, то там не только патроним, там вглубь, до нескольких поколений перечисляются все его предки. Целый ряд книг умалчивают о том, кто был отцом того или иного пророка. Датируется книга Иоэля очень тяжело. Некоторые авторы современные датируют ее седьмым, некоторые даже восьмым веком до Рождества Христова. Но большинство относит эту книгу все-таки к послепленной эпохе, к пятому-четвертому векам до Рождества Христова. Вот этот разброс в датировке от восьмого века до четвертого века до Рождества Христова. Почему такой разброс? Потому что у нас в этой книге нет каких-то таких зацепок, которые могли бы позволить ее с уверенностью датировать. Нет здесь ни указаний каких-то, ни географических названий особых нет, но есть там Сион упоминается, ну и что. Нет имен царей, как это обычно у пророков бывает в надписании, имена царей, здесь совсем этого нет. Здесь есть Игуда, Иерушалаем, Цион, Исраэль, но каких-то конкретных имен царей, иудейских или иноземных, нет. Мы не можем привязать эту книгу к тому или иному периоду. Она может подходить как к ситуации допленной, так и ситуации послепленной. Состоит она, эта книга Иоэля, из видений. Пророки, они видят видения, во время этих видений получают пророчества, которые позднее или озвучивают в устном пророчестве, или записывают. По стилю эта книга Иоэля больше похожа на то, что это не запись устных пророчеств, а это изначально письменный текст. Такие пророчества тоже встречаются. Вспомним пророка Иеремию, например, где Господь повелевает ему записать. И здесь тоже читателя создается впечатление, что это изначально письменный текст. Как мы знаем, большинство пророков — это изначально устные тексты. Позднее они записывали, вернее, их ученики, скорее, записывали их речи. А вот есть некоторые примеры, как данный случай, например, с пророком Иеремией, с некоторыми частями его пророческой книги, где говорится о том, что пророчества изначально могли записываться. Записать пророчество повелевает Господь. Вот здесь, в этих самых видениях, в этой небольшой книге Иоэля, содержится пророчество. Он видит видения, и через эти видения обращается к нему Господь и пророчества, которые даны для народа Божьего, и мы сейчас к ним обратимся. Начинается книга так. Слово Господне, которое было к Иоэлю, сыну Вафуила. Йоэль, бен Птуэль, имя пророка, и говорится, что к нему было слово Господне. Двар плюс тетрограмма. Пророки не свое слово изрекают. Это посредники между Богом и человеком для передачи людям божественной вести, божественных указаний о том, что люди, народ израильский прежде всего, но не только, должны делать в настоящее время или в будущем. «Слушайте это, старцы». Так начинается пророчество, идет прямая речь Господа. «Слушайте это, старцы, и внимайте все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети пусть скажут своим детям, а их дети — следующему роду». Риторический вопрос, который звучит в начале пророчества, ответа не требует. То есть что-то неслыханное, невиданное предыдущими поколениями должно случиться, произойти. Пророчество, содержащееся дальше, оно говорит о бедствии, которое грядет, о таком природном страшном бедствии, каким является истребление урожая насекомыми. «Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки». Вот какое страшное пророчество Ближний Восток, Святая Земля Израиля и вообще Передняя Азия, Ближний Восток, Северная Африка, вот тот регион. Если такое бедствие случалось, саранча, гусеница и другие прочие насекомые съедали урожай, то значит ждал голодный год, и голодная смерть ждала жителей этого региона. Как засуха, отсутствие дождя, так и нашествие саранчи было губительным для урожая. Люди очень от этого страдали. Если весь урожай съеден на корню, зеленые, зеленеющие нивы, от них не осталось ничего, то тогда нечего и собирать, и не будет, значит, ни ячменя, ни пшеницы, ни других зерновых культур. Вообще ничего не будет, нечего будет есть, не будет хлеба. «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте», — продолжается пророчество, «рыдайте все пьющее вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст наших». Виноградные листья съедены, виноградные плоды, эшколь, эшколот, все это съедено вот этими самыми насекомыми, которые покрыли всю землю и пожрали, и не будет урожая не только зерновых культур, но и урожая вина. Почему же пьяницы и пьющее вино должны плакать и рыдать? Священный поэт Юэль, видимо, здесь его слова следует понимать так, что не будет у них вина. Они не смогут напиться виноградный сок, терошь, молодое вино, можно так перевести, нового урожая, будет отнято от их уст, поэтому они будут оставаться не только голодными, но и трезвыми. Но почему же так? Ведь все в руке Господней, и для пророков это несомненно. Все, что происходит с народом израильским, со святой землей, происходит по божественной воле. Поэтому дальше и говорится, «Ибо пришел на землю мою» — прямая речь Господа — «народ сильный и бесчисленный, зубы у него, зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы». И вот тут мы начинаем понимать, что вот эти самые гусеницы, саранча, черви, жуки — это лишь метафора для изображения вражеского нашествия. Не уточняется, что за враг, а сирийцы, вавилоняне, кто бы то ни было, но они придут разорить землю. Зубы, как у львов, челюсти, как у львицы. То есть они не оставят, не пощадят, все измолотят этими зубами, измелят и пожрут. Так вот этот самый враг, народ сильный, шестого стиха, он, как говорится в седьмом стихе, опустошил он виноградную лозу мою и смоковницу мою обломал. Смоковница, инжир, не только листья все съедены, да, саранчой, но и обломана смоковница, ободрал ее догола и бросил. Сделались белыми ветви ее. Вот как дикий зверь, например, кабан подрывает корни виноградников, молодых деревьев, кору срывает с этих деревьев, становится белыми ветви. Вот здесь тоже злые звери, дикие. Это все метафоры для обозначения той гибели, погибели и истребления, которое принесут враги иудейского народа на землю. Здесь Израиль уподобляется виноградной лозе, что очень часто для пророческих текстов и вообще для священного писания Израиль часто изображается в образе виноградной лозы. Вспомним Псалом, что Господь сам насадил свою возлюбленную виноградную лозу, принес ее и насадил в обетованной земле. Песня о винограднике, вспомним, о винограднике, который возлюблен Господом, Исаии, 5 глава. Но здесь еще и уподобление смоковницы, очень важное для священного писания растение. «Рыдай, как молодая жена, припоясавшись в ретище, а мужа юности своей». Вот здесь Израиль уподобляется молодой жене, которая потеряла своего мужа, наверное, потому что он погиб. И ей ничего не остается делать, как «припоясавшись». Слово «вретище» добавлено по смыслу, в оригинальном тексте его нет. «Припоясавшись, а мужа юности своей». Брачная метафора тоже очень часто встречается у пророков, и здесь ее использует и пророк Иоэль в применении к израильскому народу. «Прекратилось хлебное приношение и возлияние в Доме Господнем. Плачут священники, служители Господни». Все разорено. Почему прекратилось хлебное приношение? Почему нет возлияния, которое положено по закону жертвоприношения животных сопровождались хлебным приношением, начатком приношения плодов, а также возливалось на соли, тонкую муку, также клал салат, возливалось вино. Это все подробно описывается в книге «Левит». Но вот это прекратилось в Доме Господнем, в Иерусалимском храме, в святилище, потому что нет хлеба и нет вина. Нет хлеба, нет вина, значит, нет хлебного приношения и возлияния вином пред Господом. «Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяло маслина». Вот еще одно растение, маслина, оливковое дерево, завяло. То есть нет елея, нет масла. «Красняйте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и чмене, потому что погибла жатва в поле». Вот это бедствие, природное бедствие, нашествие саранчи, насекомых, оно здесь является метафорой вражеского нашествия на святую землю. Что это конкретно за нашествие, мы не знаем. Но это нашествие, будь то нашествие сирийцев или вавилонян, какого-то другого народа, опустошителя, оно тоже, в свою очередь, служит указанием на нечто иное. Мы это увидим дальше. Речь идет о конце мира, о дне Господнем, о гибели этого мира, не только опустошении святой земли, но и эта катастрофа, которая будет иметь глобальный масштаб. Дальше мы увидим это в книге пророка Иоэля. Все то, о чем здесь говорится, имеет, прежде всего, отношение к грядущему, к будущему, к дню Господню, о котором будет идти речь дальше. «Засохла виноградная лоза, и смоковница завяла гранатовое дерево, пальма и яблоня. Все дерева в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло». Перечисляется целый ряд растений, очень важных для святой земли. Растения, которые плодоносят, растут, цветут, когда есть вода, когда нет засухи, как знак Божьего благословения и к святой земле, и к ее обитателям. Вот здесь этого всего уже нет, засуха. Мало того, что саранча пожрала всю зелень, еще и засуха пришла, то есть нет воды. Там, где нет воды, нет жизни на Ближнем Востоке, потому что нет урожая, засуха. И веселья нет у сынов человеческих. Почему это веселье исчезло? Потому что нет урожая. Праздник сбора урожая, ячменя, пшеницы, плодовых деревьев, винограда, это всегда сопровождается праздненствами. А нет урожая, нет и праздника. «Припаяшьтесь и плачьтесь, священники», 13 стих. Вретищем добавлено по смыслу, переводчикам. «Рыдайте, служители алтаря, войдите, ночуйте во вретищах служителей Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния». Повторяется та же самая тема, что звучала выше. Прекращено богослужение. По закону жертвоприношения животных должны сопровождаться и хлебным приношением, и возлиянием вина. Вот этого всего уже нет. Да и если засуха и с животными ведь нечего кушать, а нет травы зеленой, которую они едят, быки, овцы, козы, значит, падеж скота тоже неизбежен. 14 стих. Звучит призыв. «Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей» Святая земля Израиля имеется в виду «в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу». Звучит призыв «взывать Господу», звучит призыв к покаянию. Вспомним Неневию, столицу Ассирийской империи. Там неневитя не покаялись от проповеди Иониной, и взывали, вопияли, даже животные опостились, и вопль этот дошел до Господа. То есть здесь покаяние – это активное действие, как и в книге Ионы. То есть нужно каяться, снять с себя мягкие одежды, облачиться во вретище, объявить всеобщий сбор торжественный, и во дворах Дома Господня плакать и рыдать пред Господом. И вот дальше, 15 стих, первое упоминание в книге Иоэль, их будет несколько, упоминание Дня Господня. Начинается тема Дня Господня. «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет Он». Всемогущий – это Господь Бог, Творец. И пророк говорит, что этот день будет великим, такой, которого не видели, не слыхали. Предки, отцы, второй стих этой главы вспомним. Этот день уже близок. Первым пророком, письменным пророком, в тексте которого появляется это выражение День Господень, Йом – день плюс имя, священное имя Господня, божественная тетрограмма, четырехбуквенное имя, вот этот Йом плюс тетрограмма, День Господень, появляется впервые у Амоса. В восьмом веке до Рождества Христова, в середине восьмого века. Там говорится, что День Господень, напрасно вы его ждете, израильтяне, жители Северного Царства, к ним обращается Амос, напрасно вы его ждете, ничего хорошего вас в этот день не ждет. День тот, говорит он, для вас будет не светом, а тьмою, потому что Господь накажет вас за все грехи ваши, за все преступления, конкретно там речь идет о социальном неравенстве, о коррумпированности правосудия и о всем том зле, которое творилось в обществе современников, пророка Амоса. Вот эту тему Дня Господня, как дня не торжества и славы, не дня победы Израиля над всеми его врагами, а дня божественного наказания в отношении собственного народа, Бог накажет свой народ, Вот эта тема, она подхвачена была после Амоса другими пророками, и многократно в пророческих книгах мы это выражение «День Господень» встречаем 16 раз, оно встречается в Священном Писании, Ветхого Завета, в Танахе, в Еврейской Библии. Вот Иоэль, дальше он будет цитировать того же пророка Амоса, вот здесь Иоэль в числе тех пророков, которые продолжают это учение о Дне Господнем, продолжают эту тему Дня Господня, как последнего дня, дня божественного вмешательства в историю избранного народа Божьего, в историю израильского народа, но не только. Это и день божественного суда над всеми народами. Это день, последний день истории человеческой, день божественного правосудия, божественного суда и день божественного наказания. Это опустошение, как опустошение от всемогущего придет он в этот день. Много пережил катастрофы израильский народ. Дважды был разрушен Русалимский храм. Претерпели многократно пленение, депортации, истребления. Святой город был разрушен до основания не раз. И лишь остатки народа сохранялись Господом и возвращались к своим смоковницам, к своим виноградникам, в свою землю. И будет еще впереди очень важное событие Дня Господня. Здесь говорится о каком-то событии, быть может, современником которого был пророк, или которое вот-вот должно наступить в близкие к пророку времена. Но в то же время говорится и о последнем дне, о кончине мира, о суде Божьем грядущем. Почему же так? Потому что у пророков в их пророчествах, быть может, двойная и даже тройная перспектива. И сами пророки порой для них эти события, близкие к ним события, и события далекие, эскатологические, завершающие человеческую историю. Они могут сливаться в одно целое, они видят одно событие, но проходят века, проходят тысячелетия, и события по времени раздвигаются. Близкие ко временам пророков события, потом события, связанные с первым пришествием Христа, мессианские события первого пришествия, и, наконец, события грядущего, события кончины мира, события последних дней, Дня Господня. Вот это все может быть у пророка как единое видение представлено. Здесь говорится, что День Господень близок. Вот эту близость Дня Господня об этой близости не говорится у Амоса, а у Иоэля уже говорится, что это День Близок. И он подчеркивает эту близость Дня Господня, и дальше это будет. Как опустошение внезапное, как саранча, как засуха, внезапно, никто не ждет. Вдруг поднимается восточный ветер, нагоняет эту самую саранчу. Вспомним, это одна из египетских казней была, саранча. Весь урожай был пожран этой саранчой. Потом Господь смилостился, поднял другой ветер и унес эту саранчу. Ничего от этой саранчи не осталось. Вот это внезапное бедствие, оно может прийти и все уничтожить. Вот так же будет внезапно нашествие врага, и так же внезапен будет Божественный День Господень. О дне и часе том никто не знает. И о временах и сроках, говорится в Новом Завете, не наше дело, не наше дело, не дело верующих знать времена и сроки, которые Бог положил в Своей власти. Мы должны готовиться к этому дню, мы должны назначить пост, объявить торжественное собрание, созвать старцев в Дом Господень, плакать и рыдать, чтобы Господь нас в этот день, неотвратимый день, чтобы Господь нас пощадил, и мы сохранились. Да, истреблены все деревья, враг истребил все, и саранча, и враги, но Господь пощадить может верных Своих, если мы будем к этому дню готовы. Не пред нашими ли глазами отымается пища, от Дома Бога нашего веселье и радость? Звучит риторический вопрос. «Истлели зерна под глыбами своими, опустили житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба». Все пришло в запустение, в разорение, в опустошение. «Как стонет скот!» — восклицательный знак. «Уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец. Голодные животные ходят уныло, стонет этот скот. Почему? От голода. Нет для них пажити. Они истомились. «К Тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачное пастбище пустыни, и пламя попалило все дерева в поле». Вот еще и опустошение огнем. Засуха, саранча, огонь, нашествие врагов. Все эти бедствия здесь, в этой первой главе Иоиля. Все эти бедствия ожидают непослушный Богу народ Божий, и все эти бедствия ожидают уже все человечество в День Господень. День Господень — не только исторический день у Иоиля, а день эсхатологический, что очень важно, потому что учение о Дне Господнем дальше переходит и к более… к другим пророкам, и к более поздним текстам, в том числе к новозаветным текстам учения. Это переходит. 19 стих. «К Тебе, Господи, взываю». Пророк взывает, и вместе с ним должен взывать весь израильский народ, а с израильским народом должны взывать к Богу все мы, все народы. «К Тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачное пастбище пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животные на поле взывают к Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбище пустыни». Продолжается та же самая тема. Цветущая, благословенная Богом, святая земля Израиля превращена в пустыню. Заранча, пожар, враги, засуха. Нет возможности жить человеку на земле. Ни людям, ни скотине. Вот что бывает, когда народ не слушается своего Господа. Когда народ пренебрегает заветом с ним, великие бедствия ожидают. И все это случалось не раз с израильским народом. Случится это со всем человечеством. Мы, верующие, должны быть к этому готовы. Пророки нас об этом дне Господнем предупреждают о дне суда и учат нас, как нам вести себя сейчас, когда приближается этот самый день. Припоясаться, плакать, рыдать, каяться, назначить пост, торжественное собрание, вопить к Богу, взывать ко Господу. Что мы будем делать, читая пророка Иоэля? Разумляться, каяться, молиться. И Господь по милости Своей, по милосердию, помилует нас. Его суд будет уравновешен Его милосердием. Все зависит от нашего поведения, от нашего покаяния, наша участь во время Дня Господня, во время Божественного суда. Эта тема будет продолжена пророком в следующей второй главе его книги. Запись сделана для библейского портала Экзегет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok